Господа, но вначале я вам расскажу про офигенную тему, которая по идее должна быть у каждого автолюбителя с собой Называется она Carcam PZU 10+. Помимо того, что в комплекте есть само пускозарядное устройство, при помощи которого вы можете и подзарядить, и даже запустить ваш автомобиль Здесь еще есть и компрессор от проверенного производителя Carcam Electronics То есть вам, чтобы теперь подкачать колесо, больше не нужно искать прикуриватель Это колесо можно подкачать где угодно, у кого угодно, абсолютно в любой ситуации Можно женщину надувную накачать Есть куча всяких переходников под любые типы устройств, и вам больше никогда не придется возить с собой провода Или искать человека на трассе в случае экстренной ситуации, если вы вдруг заглохли Плюс ко всему этому, в официальном магазине Carcam вы можете получить от меня скидку 10% Если укажете промокод Академик Все ссылочки на этот самый официальный в мире магазин вы можете найти в описании Надо про милицию сказать Вот если четырка с мигалками, вот вопросов никаких Абсолютно нормальные ребята Ты не согласен? Иди за Рамси А я не дурак? Так, погнали Вот вам, кстати, вводные господа Пам-пам, сегодня бомбящий видос Сегодня не смогу сдержать эмоции, действительно Рассказ про то, что вы ведетесь на фантике Вы ведетесь на фантике Конкретно, вот ты сидишь там, дружочек, сейчас пожевываешь чипсы И думаешь, чел ездит на гелике Вот это чел А вот тот вот ущепенец У него лаще-то на палке Вообще мусор, дескать Ну, что за бред? Объясни мне Почему так? Миллиард раз уже всем объяснялось Что абсолютно не имеет значения На какой машине ездит человек Что хороший человек может ездить на плохой машине Плохой человек чаще всего ездит на хорошей машине Раскрою вам секрет Что, мажоры? А? Что? Засали? Ща понавкручиваем Всем понавкручиваем сейчас Потому что невероятно Вот эта причина какой-то недоразвитой почему-то страны Третьего мира какая-то Что за бред? Почему по человеку судят о его тачке? Вы все, понятно, что встречаете по одежке Да, это логично Но тем не менее, включайте мозг Почему сейчас, когда вы видите школьника с айфоном Он все равно остается школьником? Слава богу, страна уже пережила этот момент Когда по телефону хотя бы перестали Уже всем плевать У айфон там у тебя С6-5, что там С7 Вверх туда положить абсолютно Ты все равно просто кексу Которого какой-то телефон Не имеет никакого Нокия фонарик Вау Вот это нормальный, кстати, пацанчик Прикинь, 3310 Кто-нибудь из карманов тусовки достает Да он просто король Он вообще побеждает Это главный чел Ericsson T28s у меня лежит, между прочим Дома на полочке А, выкусили лалки И он рабочий И по нему можно разговаривать Я же просто так сильно уж не понтуюсь перед вами Могу себе позволить Да, 2003 года телефон Нормально Какой тогда был понт? Флип Нажимаешь Ответил Поговорил Закрыл Ничего не надо нажимать Кайф Русского на нем только нет Вот в чем проблема СМСки залюбишься писать кнопками Но про это ты никому не будешь Вот это понт Но на это понт Такое понятно, что это уже стиль даже Это не понт Что касательно тачек Все по-прежнему очень фигово Почему человек, едущий на РНЖ Ну ладно, помимо сервиса Допустим, он типа расово чуть-чуть выше человека Который едет Какой-нибудь там Ниссан Микроцвета Тохлые корюшки Поехала Господи Срань какая Только ущепение сможет Ну почему вот отсюда такая логика Не должно быть такой Вот едет Шкода Рапид Да, какая-то Вы думаете Дебил Она стоит около миллиона Купил ее наверняка Кредитный подкаблучник какой-нибудь С прицепом Как это сейчас Мерзота сейчас это снова пойдет Прицеп Только я не знаю Кто это прицеп Жена или ребенок Прицеп, наверное, это жена А ребенок это личинка Вот прям вообще Вот эти дауны Все это и развивает Эту всю логику Ну реально Вообще жесть Только потому что Человек едет на Рапиде А человек мог реально Купить хату Какую-нибудь Восьмикомнатную На 150 квадратов Сдать два ренжа Купить Рапид Ну фига ли Ну ни налога не ездить Он же не лох На Камре опять же Это кто значит Значит сразу какой Чиновник Жлоб И так далее Почему вот такое размышление Камре просто Может быть Нужно человека У которого Комфорт на первом месте Ему не нужно жарить Ему не нужна эта рулежка Ему нужно хорошее Сочетание ценника Никуда не ездить Ничего не чинить И при этом Вот быть на Тойотке Нормас Без излюбонов Кстати смотрите Нормальная Камре Но все расставлено По этим драным полочкам Почему-то Один человек Пересаживаясь За разные тачки Автоматически меняет Характер Стиль Образ жизни Вообще свое положение В обществе Ну как так Как вы объясните В этом мире Вообще существую я Вот у меня пять машин Я могу в один день Ехать на ренже Причем на Каком-нибудь ренже Из предстоительства Типа СВА А потом сел на Аказию Че? Как так вообще? Как вот это может происходить все? То есть я по идее Первую половину дня Значит Боярин Во вторую половину дня И даже не крестьянин Я просто какой-то Отморозившийся Вообще дикий Молоденький Папуас Который себе купил За двадцатку Эту гребаную бричку Да нет Я как был ящером Так и остался Ничего не поменялось Я где-то там В пространстве Просто человек Который любит контраст И я вам хочу Расскрыть секрет Что иногда подъезжаешь К магазину В котором продают Запчастей для УАЗа Вы знаете Какие туда люди приезжают Туда приезжают Гелики Двести двадцать старые кузова А туда приезжают Лендкрузеры Двухсотки И куча-куча Вот таких машин Потому что УАЗик Это фан Но хозяин Лендкрузера Двести Фактически при этом Когда едет по городу На УАЗике Который он купил Для фана Не становится Значит Вот этим вот Каким-то агрономом Диким Деревенским Там И вообще Никем Потому что Многие люди Я когда езжу на УАЗике Я это на себе ощущаю Считают меня реально Никем Если УАЗик едет Восемьдесят в потоке Его надо обогнать Твою мать Он же едет Он же Ну это же УАЗик Он же тащится Я же не могу ехать За УАЗиком На своем солярисе Драном В кредит купленном Как раз Потому что у меня Прицеп дома И все это И кольцо жмет на руке Надо было купить Какую-нибудь тачку срочно Надо обогнать УАЗик Че за бред Он едет Восемьдесят в городе Это вообще запрещено Законом Мы не можем этого говорить Чисто гипотетически Ку-7 Слушай Про Ку-7 ничего не могу сказать Да я вообще Ни про кого Ничего не могу сказать Это исключительно логика Которую люди Сами в комментах Развивают Человек на УАЗике Он сейчас поставил УАЗик Пересел на G63 И все это вот так На глазах Так сто раз было Самый прикол Вот у меня однажды Был такой случай Прям на стоянке Стоят какие-то трутся Я приезжаю на УАЗике На стоянку Ставлю его На меня смотрят Что-то там хихи Типа УАЗик Там какой-то А он же ржавый Я как всегда еще вылезаю У меня что-то из салона Вывалилось Вот это вот знаете Ну вот это классика Прямо Тазоводчество Что-то у меня еще глох Когда я парковался Там какие-то с ним проблемы Мы тогда были В общем я открыл еще капот Ковырялся Там руки все испачкало Терраса Они стоят Все это обсуждают Типа Да я у вас купил Но это говно Ну кто такое будет брать Ну это просто уже значит Если нет другого выхода Все нормально Достал ключик И СВА Пык-пык-пык Сел Завел Уехал Ребята Просто тишина С того момента Как я подошел к СВА Пять минут Долбанной тишины Ребята просто Хер заглотили в горло По самые гланды И стоят А то у них пиво из рук Повыпадало Почему так Почему так Ну и чтобы вы понимали Сам текст Вообще Вот весь монолог Это монолог-противоречие То есть В нем разобраться нереально Потому что я постоянно Скачу со своей логики На вашу И она замешана И я забываю вас Предупредить где какая А вот хрен разберешься Теперь Про тельняшку Про эту мою Вообще Вообще Вы че Вы че А Вы че там Поехали что ли все Человек Ты в бизнес-классе Едешь в тельняшке Что такое Нет твою мать Я костюм специально Для этого одену Свадебный Твой На камре Слушай И правда же мудила Смотри Через встречку Нас обогнал Вот Почему я в бизнес-классе Должен вообще В чем-то ездить Моя задача В бизнес-классе Просто быть не голым Понимаете Трансантлантический Твою дивизию Перелет Десять часов Самолет находится В подпространстве Там вообще Я что при этом Должен быть в армяне Одет полностью Целиком С часами бриони Потому что Я же должен Соответствовать Обстановке О я что В храме У нас бабла Нет я понимаю Когда я иду В религиозное заведение Нужно одеваться Подобающе Чтобы не оскорблять Чувства верующих Я же не хочу сесть Я же не дурак Но в самолете Меня ни за что не посадят У меня слава богу Все в порядке Я блядь за этот билет Заплатил Почему я должен Одеваться так Как кому-то Там усралась И тем более Это у меня Третий самолет Какая разница В чем я лечу В бизнес-классе И тут же Под этим Второй Значит Сверхразум Пишет Пустили Лоха В бизнес-класс То что для всех Остальных Является Нормальным Для него Шок Бизнес-класс Для всех Является Нормальным Ты вообще Откуда вылез Слышишь В России Вообще Не каждый человек На самолете В принципе Летал Тут бизнес-класс Ты знаешь Сколько стоит этот билет Он стоит больше Чем твоя мамка И ты хочешь сказать Что все влетали в нем Каждый день Постоянно А Вот Блин Развелось Давно Мы не это самое Не вкручивали этим В комментах Прямо они там Расположились Короче На любой тачке Объясняю Может ездить Любой человек Чувак Который в тельняшке В ушанке В ватнике Или просто бухой В дрова Стоит на остановке И держится за перила При этом может быть Очень по жизни Богатым человеком Просто сегодня Он немножечко Не в форме Вот буквально Чуть-чуть Вот ты покупаешь себе Значит Сраная хата твоя Стоит 3 А машину покупаешь себе Не за 3 Типа это неправильно А что правильно А правильно у тебя Машина за 300 Да И все И хата за 5 Ну За 0 вообще А мамкина хата И трамвай Мамкина хата И трамвай Это конечно лучше Чем машина за 6 И хата за 3 Или машина за 11 Конечно лучше О, о чем спор Не, ну мамкина хата Это нет Я против этого Ничего не имею Я опять же Мамкина хата Это хорошая вещь Тут ну Что, нет что ли И еще Кроме мамкиной хаты Я вам хочу сказать Есть еще супер тема Мамкин холодильник Вообще тема Или бабулин холодильник Знаешь, когда Зашел погостить И в дорогу с собой Вымел обратно пол холодильника Отлично Никаких претензий Это канает в любом возрасте Да, если Даже если у вас дом за 50 Вымести холодок и предков Это святая тема Это вообще то, что надо Еще раз Не ведитесь На долбаной фантике Ущепенец Может ездить на СВА Мы это скоро докажем Крутой кекс Может ездить на Аказии Мы это уже доказали Огромной вам всем удачи Спасибо, что не ведетесь на фантике Хотя кому я вру Все равно ведетесь И пока Субтитры сделал DimaTorzok